Приветствуем всех на нашем канале Istanbul Dream City. Если вам нравятся наши видео, не забывайте лайк, подписка, колокольчик. Для тех, кто смотрит наши видео на Facebook, благодарим за подписку на нашу страничку и за ваши лайки. Сегодня у нас немного странное видео. Мы отправляемся с вами в район Ускюдар, в квартал Султан-Тепе. Вы часто в последнее время нас спрашивали, где находится дворец Михримах Султан. Квартал, в котором мы с вами находимся, называется Султан-Тепе не просто так. В переводе это означает не что иное, как Султанский холм. Эта местность получила такое название, поскольку именно здесь располагался дворец Михримах Султан. Как вы уже, наверное, догадались, дворец, к сожалению, не сохранился до наших дней. Но нам удалось найти достаточно четкое описание местности, где, по мнению историков, располагался этот дворец. Поэтому включайте свое воображение и пойдемте вместе с нами гулять улицами Султан-Тепе. Мы расскажем, что пишут историки, а вы делитесь в комментариях своим воображением, где среди этих улиц мог располагаться дворец Луналикой Султанши. Итак, считается, что дворец Михримах Султан строил Мемар-Синан. Меня эта информация даже не удивила. Ну кто же еще мог быть архитектором для султанской семьи в то время? Считается, что сам дворец и все его хозяйственные постройки занимали достаточно большую территорию. И был он построен на склоне холма между улицами, носящими в настоящее время названия Сервелик, Имама Хюсню и Ени-Дунья. Именно среди этих улочек мы с вами и погуляем. И постараемся представить, как же выглядел и где именно располагался этот дворец. Главная часть дворца располагалась в левой части улицы Имама Хюсню, обращенной к Босфору. Высокая стена в конце этой тупиковой улицы отделяла дворец Михримах Султан от дворца Кая Султан, внучки Кёсем Султан. Когда именно дворец Михримах Султан был разрушен, достоверно неизвестно. Но есть сведения, что в середине XIX века Хаджи Халиль Паша построил на этом месте особняк, который также не сохранился до наших дней. В поисках информации о дворце Михримах мы встречали сведения, что дворец ее располагался в районе Девичьей башни. Но тут было одно существенное противоречие. Поэтому мы не остановились на этой версии. Есть записи, говорящие о том, что при строительстве мечети Михримах Султан в Ускюдаре Султанша наблюдала за тем, как продвигаются работы из своего дворца. Так вот, если бы ее дворец находился в районе Девичьей башни, то физически это было бы невозможно. Историки утверждают, что периодически супруг Михримах Султан Рустем Паша также проживал в этом дворце. У Рустема Паши был и свой дворец, где впоследствии жила его дочь. Есть также информация, что у Михримах Султан также был дворец и на европейской стороне Стамбула, в районе Баязид. О нем мы не нашли никакой информации, и он, конечно же, не сохранился до наших дней. Михримах Султан за свою жизнь видела правление трех султанов – своего великого отца Сулеймана I Великолепного, брата Селима II и застала правление племянника Мурада III. В последние годы правления отца после смерти Хюрем Султан Гаремом Топкапы управляла Михримах. А после смерти своего супруга Рустема Паши она и вовсе переехала в Топкапы. Михримах всегда поддерживала своего отца, а после смерти Хюрем Сулейман часто обсуждал политические вопросы с Михримах. В 1566 году, когда на трон взошел брат Михримах Селим II, он оставил управление Гарема за Михримах. И те недолгие восемь лет султаната Селима II Гаремом управляла его сестра Михримах Султан. Нурбану Султан оставалась в тени Михримах все эти годы и не проявляла существенной активности и попыток влияния на политическую деятельность. Возможно, просто не хотела конфликтовать с Селимом по этому поводу, ведь он доверял своей сестре. О взаимоотношениях Нурбану и Михримах ходит много слухов, но каких-либо громких скандалов ни в каких источниках не упоминается. Возможно, Нурбану придерживалась политики «лучше плохой мир, чем хорошая война». После смерти Селима II в 1574 году на трон зашел Мурат III. В то время Михримах было уже 52 года. Она отказалась от управления Гарема и переехала в Старый дворец, где чуть более чем через три года и умерла. Почему она решила оставить Гарем и переехать в Старый дворец, сказать сложно, ведь с племянником Султаном у них были прекрасные отношения, возможно, просто устала. Мурат III оставил для Михримах ее жалование, которое было достаточно высоким. Помимо всего прочего, Михримах активно занималась благотворительностью. Мы уже рассказывали, что ее имя носят две мечети в Стамбуле. При них, конечно же, были и образовательные центры, и больницы, и так далее, которые финансировались из средств Михримах Султан. Кроме того, после смерти Рустема Паши, Михримах осталась в наследство существенное состояние, в том числе и благотворительные фонды Рустема Паши, которыми она также управляла. Михримах прожила в браке с Рустемом Пашой 22 года. Как утверждают историки, взаимоотношения в этой паре были очень уважительными. Мнение о том, что этот брак Михримах Султан навязали родители, не совсем верное, поскольку Михримах дала согласие на этот брак. А как мы знаем, будучи членом династии, имела право отказаться. Кроме того, первый ребенок Михримах и Рустема родился в их браке достаточно быстро, что еще раз говорит о том, что определенные чувства в этой паре присутствовали. После смерти Рустема Паши Михримах так и не вышла замуж, хотя на то время ей было всего 39 лет. Последующие 17 лет до самой своей смерти она так и не выходила замуж. Видимо, и правившие в то время султаны не настаивали. Ну вот, и наша прогулка подошла к концу. Делитесь в комментариях, как вы считаете, где же среди улочек, показанных на видео, находился дворец Михримах Султан.